здравствуйте сегодня хочу вам предложить связать вот такую вот мышку с такой вот юбочкой символ нового года приступим к вязанию для вязания нам понадобятся остатки пряжи меня вот такие вот глазки если глазок нету можно использовать обычные небольшие черные вот такие пуговички и вот такой вот у меня пушистый носик ну тоже если нету можно использовать обычную такую черную пуговичку а также наполнитель у меня наполнитель вот такие шарики берем не того цвета которым мы будем вязать саму мышку делаем колечко закрепили его делаем воздушную петлю и в кольцо провязываем 6 столбиков без накида 2 3 4 5 и последний 6 прикрепляемся к нашему вязание и продолжаем в первый столбик мы провязываем 2 столбика с одной точкой вкалывания во второй повторяем наше вязание то есть нам нужно из каждого столбика предыдущего ряда связать по 2 столбика с одной точкой вкалывания 1 столбик 2 снова один столбик 2 1 1 2 прикрепляемся делаем воздушную петлю подъема и первый столбик провязываем столбик во второй столбик провязываем два столбика 1 столбик во второй два столбика и снова столбик два столбика так мы этот ряд довязываем до конца провязываем последние два столбика 1 и 2 и снова прикрепляемся делаем воздушную петлю и отсюда же откуда начинали провязываем столбик повторяем предыдущий ряд первый столбик столбик во второй два столбика с одной точкой вкалывания снова столбик два столбика столбик так мы этот ряд довязываем до конца в один столбик провязываем столбик во второй два столбика столбик во второй два столбика закончили этот ряд теперь смотрите отмечаем это нам нужно будет делать прибавку только в одном месте и во втором то есть вот берем серединку и отмечаем чтобы нам нам нужно будет делать прибавку 2 в двух рядах здесь и здесь и в следующем давайте с вами провяжем делаем один столбик отсюда же провязываем второй дальше мы провязываем столбики без накида до следующей нашей метки но сейчас мы с вами сделаем немножечко вот мы прошли проходим примерно где-то в середине серединка нашего центра который вязание наше здесь давайте здесь отметим для следующего прибавления следующем ряду мы здесь сделаем прибавку продолжаем вязание снимаем нашу метку и здесь мы делаем с вами прибавку то есть из одного столбика мы провязываем 2 1 и 2 и 2 и продолжаем вязание примерно вот до этого вяжем до конца но на примерно вот этом расстоянии мы с вами тоже сделаем отметку для следующего нашего ряда чтобы нам сделать здесь при бабочку и 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 Делаем отметку для следующей нашей прибавки. Отметили следующий ряд и продолжаем вязание. Вяжем столбиками, столбик предыдущего ряда до нашей отметки. В нашу отметку мы провязываем 2 столбика. Подошли к отметке, в отметку провязываем 2 столбика. Один и отсюда же провязываем второй. И продолжаем вязание. Снова вяжем до нашей отметки. Снова вяжем. Снова вяжем до нашей отметки. И再anten ее. Вяжем до головы. Идем сюда. нашу отметку снова провязываем два столбика и теперь вяжем по кругу 5 6 рядов каждый столбик предыдущего ряда столбиком обычным без накида столбик столбик предыдущего ряда так нам нужно провязать 5 6 рядов когда мы довязали нужное количество нам ряду мы с вами сейчас начнем делать у бабочки нам нужно делать убавки до тех пор покуда у нас не образуется острый носик будем крючок в столбик предыдущего ряда захватили рабочую нить вывели на крючке две петли вводим крючок в следующий столбик не в этот откуда мы начинали в следующий провязали 3 петли вместе теперь мы с вами слаживаем наше вязание и отмечаем где у нас будет следующая убавка будем делать убавление довязываем до нашей отметки подошли к нашей отметки снимаем ее и снова делаем будем крючок в петлю на крючке две петли вводим крючок следующий столбик на крючке три петли провязали три петли вместе и довязываем воду нашего убавления смотрите подходим к нашему убавлению вроде мы с вами делали вот она заметно хорошо видите она такое более плотненькая провязываем столбик один и столбик столбик теперь смотрите слаживаем вот так посрединке чтобы было и отмечаем с одной стороны и то же самое мы повторяем со второй стороны то есть мы не будем вязать убавление в одном месте они у нас будут немножечко сдвигаться теперь мы провязываем с вами ряд долг вот до нашей метки убираем меточку будем крючок захватили рабочую нить одну затем вводим крючок следующий столбик захватили рабочие нить на крючке 3 петли провязали 3 петли вместе и продолжаем наше вязание по кругу до следующей нашей метки нам нужно чтобы осик на носик нашей мышки заострился поэтому чтобы я он не был не косила мы мы убавки будем делать в разных местах снова подходим к нашей метки снимаем метку и провязываем незаконченный столбик второй столбик провязываем 3 вместе теперь смотрите у нас была убавка вот здесь значит мы ее переносим где-то вот предыдущая убавка у нас было вот здесь вот она вот видно вот значит мы переносим где-то на серединку вот сюда то есть немножечко сдвигаем отметили здесь и отмечаем вот здесь снимаем делаем убавку 1 столбик 2 и продолжаем вязать до следующего нашего маркера и снова делаем нашу вторую убавку в этом ряду и провязываем до нашего первого маркера могут где мы с вами довязываем до конца провязываем там где мы с вами сделали убавку и так мы распределяем по делаем по 2 убавки до тех пор покуда у нас будет небольшое отверстие чтобы нам можно было наполнить его у меня шарики у вас может какой-то другой наполнитель вот я довязала до того что у меня совсем маленькое отверстие в которой я буду улаживать наполнитель и сразу же сделаю глазки потому что у меня глазки если у вас пуговички можно связать до конца в принципе будет неплохо ввожу глазик и закрепляю его один тоже повторяю вторым глазиком ввожу глазик и закрепляю все глазки я вставила продолжаю наполнять наполнителем вы можете наполнить если нету наполнители обычной ватой можно ставить в игрушку из-под киндера туда положить какие-нибудь фасоль горох будет игрушка по брикушка я наполнять буду мышку до той плотности которая мне нужна вот я ее уже наполнили и продолжаем довязывать нашу игрушку делаю наши убавки вот и теперь чтобы у нас был носик более острой мы будем делать убавки в каждом ряду раз то есть начнем убавлять каждый ряд каждый столбик 1 2 для того чтобы наш носик мышки стал более остреньким он И провязываем последние. Все. Вот такой острый носик у нашей мышки получился. Обрезаем рабочую нить. Закрепляем ее, вводим крючок вовнутрь и протаскиваем ниточку. Сюда я сейчас пришью наш носик. Если у вас нету вот такого пушистого шарика, можно кусочек фетра или обычную пуговичку. Сейчас мы нашу мышку немножко украсим. Для этого нам понадобится крючок более тонкого размера. Делаем воздушную петлю. И начиная где-то здесь, вводим крючок и мы с вами провяжем такие вот цепочки. Каждый столбик предыдущего ряда, вкалываемся и прикрепили соединительной петлей. Снова захватили и соединительной петлей. У нас с вами получается вот такая вот цепочка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Можно юбочку нашей мышки сделать кругом, можно до половинки. Это все зависит от вашей фантазии. Но мы не будем делать кругом, что не так мало и все. Последний сделаем реакциями. Теперь берем крючок большего размера и делаем наш невидимый столбик подъема равный столбику с накидом. И видимый столбик подъема есть у меня в уроках по вязанию. И теперь смотрите отсюда, откуда мы с вами делали. Вот что мы с вами делали наш... Мы захватываем и провязываем один столбик, второй столбик, третий, четвертый, и последний, пятый. Следующий столбик мы с вами прикрепляемся. и снова захватываем рабочую нить и провязываем веерочек. 1, 2, 3, 4, и пятый, и снова в следующий прикрепляемся обычным столбиком или лучше соединительной петлей. Получается более пушистым. Так мы нашу юбочку довязываем до конца. Заканчиваем. Прикрепляемся. Обрезаем рабочую нить. Вводим крючок, как всегда, и рабочую нить мы ее туда вовнутрь спрячем. Вот я уже пришила носик нашей мышки. Осталось нам только сделать ей хвостик. Вы знаете, юбочку, наверное, мы сейчас еще немножечко возьмем нить другого цвета и обвяжем, чтобы наша мышка была уже в очень красивой юбке. Я, значит, вводим крючок вот за центральную, за белую у меня и провязываю столбик. И теперь буду провязывать столбики с накидом по два столбика в каждый столбик предыдущего ряда. То есть у нас получится юбочка была со столбиком. Теперь было пять столбиков, будет по десять столбиков. Из каждого столбика предыдущего ряда провязываем по столбику этого ряда. В центр прикрепляемся и повторяем вязание. У нас получится вот такая вот юбочка. Вот я вязала уже нашу мышь. И связала одно ушко и пришила его уже. Сейчас мы с вами свяжем второе. Делаем колечко. В кольцо провязываем шесть столбиков без накида. Делаем воздушную петлю и провязываем шесть столбиков. Раз, два, три, четыре, пять и последнее шестое. Делаем шесть столбиков без накида в столбики предыдущего ряда. Вытягиваем чуть немножко больше, удлиненную петлю делаем. Один, два, три. Пять и последнюю провязываем шестую. Вот мы с вами связали наше ушко. Обрезаем рабочую нить, как всегда закрываемся. Здесь можно завязать вот такой узелочек. И чтобы у нас не торчали нитки, мы их просто ввязываем в вязание. Вернее не ввязываем, а вводим в вязание. Остатки обрезали. Берем ниточку. И просто пришиваем вот где мы с вами закончили. Видите, она у нас как бы такой вот идет. И сюда вы пришиваете. После того, как мы пришили наше второе ушко, мы с вами будем делать хвостик. Так как у меня нитка плотная, вот видите, делаем такой чуть побольше, не знаю, сантиметров, наверное, 15. Вводим крючок в наше вязание, вытягиваем вот так вот провели. И начинаем просто провязывать обычную цепочку из воздушных петель, ну, двумя нитями. Видите, вот две нити в две нити. Возьмите, вот две нити. Здесь хорошо затянули. Обрезали остатки нашей ниточки. Вот такая вот мышка. С такими вот глазками, носиком, с такой юбочкой. У нас получилось. Всем удачи. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...